Привет! Чего ты? Доброе утро! Смотри, на яблоньке вообще нет листочка, но яблоки висят. Я не падаю даже при таком сильном ветре. А почему? Ну не знаю, крепко держатся. Привязал кто-то их, да? Да, нарядно смотрится, особенно когда сейчас только что снежок был. И вот это вот все висит красиво. Они, кстати, слаще становятся, когда морозом их обдает. Они как-то внутри медовые. Медовые, да, внутри. У нас небо чистится, буквально недавно был снег, и погода вообще меняется каждые 3 секунды. Я вам подоела козу, у нас уже коза дает совсем мало молока, буквально гран-200 молока, наверное, да? Коза, короче, в спячку уходит потихонечку. Мы тоже хотели бы, но мы работаем. Валя, Валя вот у нас сейчас по дому по хозяйству уходит домой, там что-то копошится. Вот, а я буду делать дверь, как обещал в предыдущем видео. Кладовая же должна быть дверью. Еще пару ящиков для Вали. Вот вы видели, да, как эти мухи? Она идет домой, что-то там копошится. Да дома дел больше, чем у тебя там виса с твоей дверью. Да, я только прихожу, ем и ухожу. А кто это, кто это, кто это мой? Слышали, да? Моя жена... Она... Она... Да нет, я же... Молодец, жена у меня. Короче, ладно, пойдем работать, все. Ладно, работать так работать, как муж сказал, так и будет. Да. Итак, дверь у меня будет однотипная, точно такая же, как и в ванной. Я ее сделал в прошлом году. Она своими руками сделана из доски 50-й, фанера и внутри пенопласт. То есть вот с этой стороны она беленькая уже покрашена. Вот здесь уже ручка есть. В общем, сейчас недостающие элементы для второй двери нахожу и приступаю уже к ней. Дверь будет стоять в кладовую. Предыдущее видео о ней. Кто не посмотрел, можете перейти по ссылке в описании, либо просто на канале найти. Короче, дверь будет открываться вот в эту сторону. Будет закрепляться вот здесь. Подготовил я основные элементы двери. Две вертикальные двухметровые стойки. Три поперечные горизонтальные, соответственно, перемычки 580 миллиметров длиной. Так, сейчас у меня задача какая? Вот по этому шаблону. Для первой двери я его делал специально. Короче, во внутренних частях нужно сделать точно такие же пазы. Поставить... О, кошки, вы чего это здесь? Сичев, не понравилось? Она тебя нюхала? Ну, кошки, так. Не отвлекайте меня. Короче, вот здесь вот сделать пазы для того, чтобы поставить фанеру. Между ними пенопласт. Вот. И... Все, в принципе. Потом можно будет скреплять эти части. Помучился я, конечно, вот с этими торцами. Потому что у меня на пиле угол ушел вообще 80, наверное, 7 градусов. И мне пришлось вот эти перепиливать. И, соответственно, длина у них уменьшилась. Ну, вроде померил. Все нормально по ширине. А все потому. Вот у меня есть 190-я Bosch. Паркетка. И вот этот угол. У них проблема. Именно даже вот когда вы покупаете ее в коробке. Посмотрите внимательно. Бывает заводской брак. 90 градусов не выставляется. У меня он кое-как выставился. Ну, тоже не 90. Там 89, наверное, 89 с половиной градусов. Здесь вот болтик регулировочный. И почему-то у меня, не знаю, то ли барашек открутился, то ли что. Но, в общем, 90 градусов они не были 90-ми. Наверное, 87. Поэтому пришлось все перепиливать. Поэтому это вот главная проблема. С завода они идут. И у них даже может быть 90 градусов вот этот вот угол. Так что смотрите внимательно. Но, в целом, паркетка офигенная. То есть здесь характеристики у нее на максимуме все. И это опять же не реклама. Это моя рекомендация лично. Так что пользуйтесь на здоровье. Играет музыка. что это вы по жижке идете по жижке ну но здесь машина один раз проехала и все сама машина поняла да ладно мы в общем идем за хлебом к нам едет автолавка я как этот как дед мороз да но я же не унес бы это все здесь и трактор поворачивается оттуда сюда поднимается идут две кумушки а 3 где-то убежала хотя где-то туда убежала даже я я даже не вижу короче мы забрали не только батон наташа привезла валина сестра но и ее муж ваня он передал я попросил у него оказалось фанера у меня нет размерных кусочков на нашу дверь и он как раз мне практически целый лист выделил теперь мне хватит вместе со своими кусочками этой фанеры на так все таки решил показать как это вообще будет выглядеть на всех брусках я уже сделал пазы выпилил пар два параллельных пазах со всех сторон и вот таким образом будет крепиться фанера просто в пазы вставляться между ними будет пенопласт для утепления не все сейчас остается только все это сколотить фанеру вырезать закрепить сюда и пенопласт поставить в принципе в дверь практически уже готова короче мы сейчас уже положили туда пенопласт между двумя фанерами сейчас я это все вот так вот тропеню там и там и сверху уже закреплю вертикальную планку и 2 в принципе уже готова а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... это ремонтантная потому что малина и потом молодняк пойдет весной и раньше малина будет кася она кася смотрите ветку грызет опять грызет вот тут грызешка нет, папа не видит домик для кошки делала да шалашик а чё там кошка что ли там кошку серьезно все спасибо девчонки я там беглеца увидел пойдем поймаем вон там он большой совсем надо его гнать стой его надо знать с той стороны сюда с той стороны вот он под это сейчас я беру вон вон дальше побежал я не вижу его Кролик такой, дурацкий, ай! Он от нас не опрятал! Он от нас не опрятал! Давай, давай блокируй! Блокируй, Катя! Вот одного поймали, второго поймали! Они оба были в трубах! Опять трубный кролик! Смотри, какой он грязный! Напарники! Да, нос красный! Ну нет, у него правда покорябал, наверно, пока бегал! Мы как только в видео начинаем ловить в наших роликах и просто показываем, что там они едят капусту, свеклу, ну не важно, то что осталось на огороде. Пишут в комментариях, как они у вас убегают, найдите эту дырку, закройте ее! Это я просто накосячил в какой-то день, не закрыл там калитку у них. И утром отсмотрю, прихожу у них открытой калиткой ни одного кролика. Четыре кролика убежало, вот последние два, получается. Сегодня мы с девчонками поймали. Спасибо вам, девчонки! Все, у нас дождь начинается, идем домой. Погуляли пять минут, все, пошли! Козла что-то там орет! Ромашка! Ты что, гуляешься что ли? Кричишь целый день! Чего? Ну не смогу я тебя увезти никуда! И козла тебе не могут увезти! Ну чего такое? Ну я понимаю тебя! Ну никак, видишь? Нам не выехать по дороге! Нам не выехать по дороге! Поехали! 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 Момент истины! Закроется или нет? Что-то закрывается! Это должно быть сюда Входит Отлично Отлично Та-дам Все, дверь готова Первый раз я ее не смог поставить Ну, в смысле, закрыть А потом чуть-чуть переделал Небольшой косячок вылез И вот с этой стороны у меня же толщина доски 50 мм А стандартные двери имеют толщину 40 мм Поэтому мне пришлось вот здесь вот взять коронку И запилить аккуратненько в глубину Где-то миллиметров на 8, на 9 Вот, и ручка поставилась нормально Теперь все закрывается Вот, все отлично В общем, дверь готова Еще остается ее покрасить Но это будет происходить, когда вот здесь вот Мы в пристрое начнем уже в один стиль все делать И, соответственно, покрасим и стену сразу, и двери Кстати, я поставил У нас окно открыто в кладовой Поставил здесь термометр Сейчас он показывает здесь 11 градусов Для сравнения ванной 15 градусов Без отопления Ну что, я доволен Как получилась дверь По себестоимости она около 1000 рублей Без ручки Все двери в магазинах продаются вроде как без ручки Но они дороже Вот Достаточно крепкая уже в ванной проверенная дверь В общем, все отлично, все получилось Короче, в следующем видео мы Приступим, скорее всего, к обшивке К началу обшивки дома Кому будет интересно В следующем видео покажем Вот На этом всем спасибо огромное За просмотр Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok